Музыка Слово предоставляется Шабусову Константину Константиновичу Тема выступления Актуальность работы Ленина Задачи союзов молодежи Подготовиться товарищу Кучуку Уважаемые товарищи Отмечая сегодня 150-летие со дня рождения Владимира Ильича Ленина Необходимо также отметить Его 100-летие со дня его выступления На третьем Всероссийском съезде Российского Коммунистического союза молодежи А также 2 октября 1920 года Сегодня также необходимо отметить И 200-летие со дня рождения Фридриха Энгельса Ученика Учитель Так же как и Карл Маркс Был учителем Владимира Ильича Ленина И был идеалом Теоретика и революционного практика Карл Маркс Фридрих Энгельс И Владимир Ильич Ленин Были и остаются Основоположниками Научного коммунизма Которые глубоко изучили Труды гениального философа Георга Вильгельева Фридриха Гегеля И смогли как в теоретических работах Так и в политической практике Использовать его учения В своем выступлении На третьем всероссийском съезде Российского коммунистического союза молодежи Владимир Ильич отметил Что именно молодежи Предстоит настоящая задача Создание коммунистического общества Коммунизм может быть построен Только очень культурными Высоко образованными людьми Поэтому Молодежи вообще И союза коммунистической молодежи В частности Необходимо упорно учиться коммунизму Владимир Ильич отметил Что начато строительство Принципально нового государства Свободного от эксплуатации и насилия Создана площадка Для построения совершенно нового типа общества Но еще остались классы Которые будут долго Существовать Параллельно с новыми задачами И потому В первую очередь Необходимо уделить особое внимание Учению, воспитанию И образованию молодежи И только тогда мы сможем Достигнуть того Чтобы результатом усилий молодого поколения Было создание нового общества Коммунистического Необходимо отметить Что результатом Великой Октябрьской Сатиристической революции Явилась смена формы собственности На средства производства Открывшей эпоху Бедоносных пролетарских революций И крушения империализма Далее Ленин отметил Что учение Карла Маркса И Энгельса Овладело миллионами сердец Потому Что они Опирались на прошлый фундамент Человеческих знаний Завоеванных при капитализме На диалектику Отношения Методологию Гегеля Изучив законы развития Человеческого общества Карл Маркс понял Неизбежность развития Капитализма Развития рабочего класса Ведущего борьбу За коммунизм Великая Октябрьская Сатиристическая революция Совершенная под руководством Владимира Ильича Ленина Остановила разрушение Российского государства Создала предпосылки Для стремительного развития Народов в России Необходимо было Создавать промышленность Поднимать сельское хозяйство Учить молодежь И учиться самим К чему постоянно призывал Владимир Ильич А также Освободить страну От интервенцев От остатков Сфолотаторского класса И от бандитизма Дел хватало И строились И воевали И создавали И учились Благодаря тому Что у советского руководства Была прочная И надежная партия И были верные Ленинцы и Сталинцы Но после смерти Сталина К власти Обманным путем Пришли новые Неподготовленные Бюрократы и карьеристы И загубили Огромное достижение Социализма Современная буржуазия Не заинтересована Эксплуатацией Жизни Не заинтересована Пенсионный возраст Не берегут природу Не доводят Заработную плату Заработную плату Застоимость рабочей силы И так далее Цель капиталистического Производства Это извлечение Максимальной прибыли Которой Как правило Буржуям Никогда не хватало И хотя Общество В целом Понимает Что капиталисты Эксплуатируют народы И ведут его К нищете Но необходимого Сопротивления Не оказывает Видимо Пока У дынешней молодежи Недостаточно Необходимых знаний Для решения Социальных проблем Ей надо Прислушаться К пожеланию Ленина Что Без диалектики Невозможно Устоять Под натиском Реакции Лжи Поэтому Мы все Должны Стать клубом Любители Гегелевской Диалектики И опираясь На развитие Истории Включая Историю Естественного Знания И техники И историю Общественного Развития Материалистически Истолковывать Диалектику Гегеля И использовать Ее Как могучий Метод В борьбе За общественный Прогресс То есть Учиться Коммунизму Надо С помощью Диалектической Логики И только Рабочий Класс Овладевший Учениями Гегеля Макса Энгельса И Ленина Под руководством Своей партии И при поддержке Всех Трудящихся Сможет Победить В борьбе За общественный Прогресс За развитие России И ее Народов Спасибо 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 Спасибо